Непривычно видеть опустевшие комнаты дома музея Ленина. Оголенные полы выглядят неприглядно. В некоторых местах красно-коричневая краска сошла, и там зияют белые пятна. Ранее их старательно прикрывали дорожками. Подоконники, которые были уставлены цветами, тоже оказались облупившимися. Руководство Ленинского мемориала, под крылом которого находится дом музея Ленина, совместно с Министерством искусства и культурной политики региона, приняли решение обновить здание накануне столетнего юбилея музея. Вот, проведена была работа по изысканию средств. Наше министерство, к счастью, посодействовало нам в этом вопросе и выделило соответствующее финансирование, чтобы хотя бы какой-то косметический ремонт привезти. И в настоящее время уже проведена процедура по заключению договора. То есть со вторника вступает в силу контракт на ремонтные работы, и ремонтные работы начнутся. Заведующая домом музеем Ленина Татьяна Брыляева напомнила, что в последний раз ремонтно-реставрационные работы в этом доме проводились 10 лет назад, тоже накануне юбилея. Ремонт действительно был очень крупный, поскольку он затрагивал и так называемую дренчерную систему. Это противопожарная система. Она была выполнена, смонтирована в далекий теперь для нас 1947 год. В 2013 году были вскрыты эти шурфы, трубы заменены, все были они обернуты в специальную пленку, которая предотвращает порчу металла. Как пояснил главный инженер Ленинского мемориала Иван Борисов, на этот раз и в доме музея Ленина будут проведены исключительно ремонтные работы. Это покраска полов и двух веранд, а также частичная замена обоев на лестничном марше, где есть следы потертостей. Подрядчиком выступит Симбирский ремсервис. Сложность только в том, что нужно вручную, без применения какой-либо вибрационной техники, не поднимая много пыли, не создавая лишних вибраций, снять покрытие и зашпакливать и покрасить. В настоящий момент части экспонатов, такие как рояль и саркофаг с шубой, законсервированы на месте. Их обернули специальной бумагой и пленкой в несколько слоев. Большинство экспонатов музея эвакуированы во временные фонда хранилища. Чтобы не подвергать их вот такой транспортировке туда и обратно, во время которых, конечно, возможно разные эксцессы, то есть даже риск исключить травмирование предметов, были созданы временные фонды хранилища на территории музея. И вот в течение недели хранители упаковывали предметы и переносили на территорию временного фонда хранилища. Под временные фонды хранилища были приспособлены помещения, обладающие всеми необходимыми требованиями для фонда хранилищ. То есть это и все необходимые три линии охраны. Во временных фондах хранилищах создана специальная система кондиционирования. Ведется постоянный мониторинг температурно-влажностного режима с дополнительной проверкой экспонатов реставраторами. Некоторые экспонаты возвращены во временное фонда хранилища Ленинского мемориала в связи с тем, что им требуется либо консервация, либо реставрация. При воссоздании экспозиции все предметы будут возвращаться тем же путем, каким они ее покидали. Дом музея Ленина после ремонтных работ откроется в начале декабря, а 10 декабря он отметит свое столетие. Ирина Антонова, Олег Тончин, Уллправда ТВ.